Всем привет! Вы на канале Обратная География. Сегодня я расскажу про среднеазиатских черепах. Это мое первое видео, не судите строго. Интересно? Тогда поехали! Среднеазиатские черепахи – это такие черепахи, которые живут в пустынях. Они обитают в Пакистане, Индии, Казахстане и других странах Азии. Также они предпочитают именно растительную пищу. Например, одуванчик, яблоки, морковку и тому подобные фрукты и ягоды. Также они любят овощи. Маленькие черепахи очень милые. И вы думали, что у них очень хорошая жизнь? Нет. Иногда они становятся жертвами хищников, таких как водяной клоп. Гигантский окунь, щука и другие. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Всем привет! Вы на канале «Обратная география». Я расскажу в этом видео про обезьян. Поехали! Обезьяны – это вид приматов. Они питаются бамбуком, фруктами, яйцами птиц и насекомыми. Вот эта вот обезьяна очень сильно похожа на старика. Если обратить внимание на эту белую полоску, это похоже на бороду, но это не борода, а раскраска. А вот эта вот львиная игрунка. Они очень милые и шустрые. Они не питаются ни яйцами, ни насекомыми, а питаются только фруктами. Это шимпанзе. Они тоже очень милые, но вот только фруктами не питаются. Они едят также насекомых и птиц. Эти детеныши очень сильно похожи на гиббона, но я вот не знаю, кто это. Павианы – это очень сильные хищники. Они могут ступить в схватку со львом и отобрать у него лакомство. Они, кстати, очень сильные охотники. Гориллы могут казаться очень милыми, но вот по укусу она переходит в медведя, тигра, гиену и льва. Гигантопитеки были очень большими обезьянами. Они достигали в росте 3 метра. Можно было предпочитать, что они ходили на двух ногах и питались бамбуком, но от мяса бы не отказались. Подпишитесь, а на этом все. Привет! Вы на канале Обратная География. Сегодня я расскажу вам про гиен. Интересно, тогда поехали! Гиена олицетворяется какими-то тупыми падальщиками. Однако это не так. Это очень смелые, крутые и очень умные охотники, которые могут, кстати, целой стоять завалить буйвола. А вот править львов на это не способен. К тому же она перегоняет по укусу льва и тигра. Хуже лишь только укус крокодила, медведя, бегемота и других животных. К тому же у пятнистой гиены больше габаритов, чем у льва. Они хоть и не сильны, если будут сражаться с кем-то один на один, но вот в стае они могут кого-то победить. Например, здесь стая гиен нападает на львов и пытается отобрать у них добычу. Этот старый лев подошел попить воды. И тут появились стаи гиен. Гиены начинают атаковать льва со всех сторон. Лев сначала на них смотрит. Ну а потом начинается настоящее месиво. Гиены преследуют льва и не дают ему спокойно обходиться. Когда он кусает одну гиену, его накормит волна гиен. Льву ничего не остается, как просто смиренно сдаваться. Ну теперь-то вы поняли, что гиены не так просты, как кажется. Ведь к тому же у них очень милейшие детеныши. Даже они могут ревноваться со львами по своему умилению. Это был Ла Обратная География. Всем пока! Всем привет! Вы на канале Обратная География. Сегодня я расскажу вам про льва. Интересно? Тогда поехали! Львы это очень красивые животные. Не зря их изображают на гербе Англии. Они любят разные мясные предпочитания. Обитают в основном в Африке и Индии. Но обитали они еще и в лесах Европы. Львы это очень красивые животные. Из них можно получить много меха. Они не нападают на человека. Но если они очень злые или голодные, то тогда не рискнуть вами попробовать. Но иногда львы убивают людей ради развлечения. А вот львята это очень милые животные, которые могут поцарапать, но не убить. Они рождаются беспомощными, голыми и слепыми. И питаются молоком матери. Но когда они подрастают, они могут охотиться на привычных им животных. А также как и митца, добычи которой добыли родители. Конкурентами для львов могут быть тигры, гиены, буйволы, носороги и бегемоты. Всем пока! Всем привет! Вы на канале Обратная География. Все мы думаем, что самый опасный крокодил в мире – это Нильский. Однако же для него найдется конкурент. Интересно? Тогда поехали! Гребнистые крокодилы могут жить в море. Это очень опасное создание. Они могут стать людоедами. В их рацион входят насекомые, рыба, черепахи, копытные и другие животные. Иногда эти создания нападали даже на мелких акул. И это не исключение. Ведь они бросали вызов даже таким акулам, как, например, белая. И выходили из этой битвы победителями. Однако, они могут убить и тигровую акулу. Но еще остается загадкой, что бы мог сделать крокодил-саркозок с мегалодоном. На этом все, все пока!